Давайте, как всегда, начнем с проверки связи. Оставьте, пожалуйста, плюсики, либо любой другой значок в чате, чтобы я могла видеть, что вы меня слышите и видите. Так, отлично. Вижу плюсики. Супер. Здорово. Все. Хорошо. Если возникают какие-то технические сложности, можно перезагрузить страницу, и тогда это может помочь. Представлюсь. Меня зовут Анна Пластинина. Я работаю ведущим методистом по английскому языку издательства просвещения. Сегодняшний наш вебинар посвящен такой теме, как CLIL. Мы поговорим про эту методику преподавания и узнаем, что это такое, как это использовать, и посмотрим примеры использования этой методики в учебниках, о которых я вам расскажу. То есть CLIL или познаем мир через английский язык. Давайте начнем с такого вопроса. Вообще, знакомо ли вам это слово CLIL? Что скрывается за этими буквами? Встречалось ли? Слышали ли что-нибудь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно послушать. Да, знакомо. Отлично. Хорошо. Слышали. Минус. Не слышали. Нет, знакомо. Ага, нет. Первый раз. Ага, хорошо. Я смотрю, у нас нет. Смешанные. Получила смешанная аудитория. Это здорово. Надеюсь, что тот, кто слышал, уже узнает для себя что-то новое. Тот, кто не слышал, узнает о CLIL, какие-то основы и более продвинутые какие-то вещи тоже. Ну что ж, давайте переходить. И начнем мы, наверное, для тех, кто не знает, что такое CLIL и слышит о нем впервые. CLIL расшифровывается как Content and Language Integrated Learning. То есть, если говорить по-простому, это изучение предметов через иностранный язык. Когда другие предметы, будь то математика, география, история, химия, преподается на английском языке. Это если говорить в общем. Не обязательно брать целый предмет и переводить его, обучение на английский язык. Можно также и интегрировать части другого предмета в изучение английского языка. Запись вебинара будет доступна по ссылке, которая вам придет после окончания вебинара. Также сертификат, повторю, для тех, кто будет интересоваться, будет доступен для скачивания после прохождения вебинара. Все это придет вам на почту. Поэтому CLIL – это такая уже довольно популярная вещь. На самом деле, не то, что прям совсем новая. Вообще термин ввел финский ученый, педагог Дэвид Марш. И он обозначил CLIL как сочетание в себе изучения иностранного языка и изучаемого предмета. То есть он как раз обозначил некую дуальность в изучении, используя методику CLIL. Давайте посмотрим, что еще мы знаем. Так это то, что, может быть, вы не слышали про CLIL, но, возможно, и даже, скорее всего, вы знаете о метапредметном подходе к обучению, который помогает ученикам как раз формировать целостную картину мира. Так вот, CLIL – это практически то же самое, потому что, когда мы внедряем и инкорпорируем какие-то знания из других сфер на урок английского языка, это как раз таки CLIL и как раз тот самый метапредметный подход к обучению. Какие же преимущества у такого подхода? Когда дети просто изучают английский язык, у них может сложиться впечатление, что вот английский – это только для того, чтобы пообщаться на уроке, ответить учителю. И вообще кажется, что до какого-то момента английский изучался почти как латинский. То есть дети читали, переводили, но практически не умели разговаривать. Были сложности с восприятием на слух, и весь реальный мир существовал как бы отдельно от английского языка. Для того, чтобы почувствовать, что английский – это не только учебник, не только какие-то упражнения, которые они совершают, делают во время уроков, но и весь мир пронизан, и английский можно использовать также не только на уроках, но и в современном мире. Для этого можно использовать как раз таки CLIL. Когда детям что-то интересно в мире, им хочется узнать, почему трава зеленая, почему снежинки такой интересной формы, всю эту интересующую их информацию можно преподносить на английском языке. Какие же преимущества такого подхода? Во-первых, это, конечно, два фокуса. То есть у нас, с одной стороны, это изучаемый предмет, будь то окружающий мир, физика, география или история. С другой стороны, иностранный язык, но не отдельно, а в связи с изучаемым материалом какого-то предмета. Также CLIL экономит время, потому что он совмещает обучение двух предметов сразу, и иностранного языка. Здесь нужно понимать то, что во время такого подхода не жертвуется материалом, изучаемым, на основе которого выстраивается программа. То есть когда мы говорим о географии на английском языке, английский язык важен, но и география тоже важна, поэтому очень важно находить баланс в изучении, потому что, наверное, может сложиться впечатление, что мы как-то так поговорили о географии на английском, но, в общем-то, ничего, может быть, нового и не узнали. А если бы мы изучили это на русском языке, то знаний были бы больше, они были бы глубже, и, может быть, это прошло бы лучше. Вообще, по исследованиям, которые проходят в мире, есть школы, где преподавание проходит полностью на английском языке, все предметы изучаются на английском, то, когда сравнивали учеников из классов, где предмет изучается на родном языке, и из школ, где предмет изучается только на английском, то сначала дети из школ, где преподавание только на английском языке, немного отставали в предметах, потому что им было все-таки сложно включаться и сложно воспринимать информацию на неродном языке, конечно. Но также исследования показали, что это быстро проходит. Примерно за год-полтора ученики нагоняют своих сверстников из других школ и начинают также воспринимать информацию предмета на английском языке, как бы они воспринимали ее на родном языке. И начинают использоваться английский язык именно как инструмент для познания мира. Что еще полезного? Он также приводит к изменениям в изучении не только предмета, но и иностранного языка. То есть мы продвигаемся сразу в двух направлениях. Он делает изучение иностранного языка живой частью окружающего мира. Мы узнаем вопросы на английском языке, получаем ответы тоже на английском. Он мотивирует учеников к изучению мира вокруг и иностранного языка в том числе. То есть интереснее узнать, почитать. Уже знакомые слова какие-то английские, которые мы узнали на уроке, можно прийти домой, почитать статью в Википедии не на русском уже, а на английском, например. Почему нет? Это интересно, это здорово, это классно. Что еще важно знать про Клэл? Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их либо в отдельную вкладку «Вопросы», я их в конце вебинара все прочитаю, просмотрю, либо в чат. Я в чат тоже пролистаю, посмотрю и постараюсь ответить. Отвечу в конце вебинара. Что еще важно знать про Клэл? Во-первых, если вы решили использовать подобный подход, то не рекомендуется использовать перевод. То есть рекомендуется вести занятия, проводить все упражнения только на английском языке непосредственно. Если нужно объяснить какие-то слова, то мы прибираем к каким-то техникам, которые знакомы всем учителям. Это картинки, стикеры, в общем, все-все-все, что можно придумать. Это и жесты, и так далее. То есть постараться максимально все обсуждать только на английском языке. Это не только для сильных учеников. Кому-то кажется, чтобы обсудить сложную тему по географии, или истории, или окружающему миру, то для этого нужны довольно обширные знания иностранного языка. Нет. Можно варьировать. И в этом как раз... Это как раз очень мне нравится в этой методике, то, что можно для разных учеников давать разные задания. Плюс, когда мы развиваем критическое мышление или просто навыки мышления на уроке, все это помогает развивать также и языковые навыки, конечно же. Поэтому тут, может быть, слабые ученики в английском языке, но с тягой, например, к физике, они могут через физику начинать воспринимать английский язык лучше, чем они воспринимали его до этого. То есть нужно смотреть за учениками, конечно, ориентироваться на них и подбирать такие задания, которые бы вызвали у них интерес. Также это не только ответственность учителя, потому что нам известны случаи, когда энтузиазм учителя – это основа, на которой строится весь урок. Здесь очень важно давать детям определенную свободу и позволять им самостоятельно познавать окружающий мир. Не только через какие-то активности, которые им предлагает учитель, но и в группах перенимать какие-то знания друг от друга. То есть делить ответственность вместе с учениками также очень-очень важно. И также это очень гибкая сфера, где учитель как раз может полностью проявить творческий подход. Если у нас есть рабочая программа, она достаточно структурирована, есть жесткие рамки, некоторые учителя жалуются, что не остается времени и нет возможности что-то попробовать, поэкспериментировать. Поэтому как раз CLIL – это та сфера, то поле для экспериментов, которое учитель может смело использовать на занятиях. Как использовать CLIL? Что можно делать? Можно организовать рабочую программу с применением каких-то тем из других предметов. Если вам интересна история или география, или что-то еще, либо ученикам интересно, пожалуйста, можно взять какую-то тему из этого предмета и изучить ее на английском языке. Также можно использовать CLIL через истории и рассказы. Не только это. Можно также использовать различные статьи из Википедии, из различных словарей и так далее. Все это тоже можно. Также через упражнения, основанные на материалах различных предметов, которые вы будете использовать в своем уроке. Давайте посмотрим, например, конкретно. Вот у нас, например, есть, наверное, все-таки начальная школа, может быть, средняя школа. Жуки интересуют детей обычно очень активно. Что можно сделать с темой жуки? Во-первых, конечно, можно прочитать и прослушать различные истории о жуках. Можно прочитать статьи из энциклопедии о жуках, узнать о них. Если уровень учеников позволяет им читать, можно взять что-то посложнее. Если не позволяет, то можно найти вырезки из специальных энциклопедий для детей на английском языке, которые также очень легко и просто объясняют, что такое жуки, какие они, что они едят, как они летают и так далее. Что можно еще сделать? Можно поработать с лексикой, можно повырезать различные картинки с жуками, наклеить стикеры, изучить слова, лапы, глаза, усики и так далее. То есть, наверное, для начальной школы. Можно практиковать письмо, можно написать рассказ про жуков, можно описать их образ жизни и так далее. Можно петь песни о жуках, разучивать различные стихи о них. Можно составить и провести опрос о жуках. Какие нравятся жуки, какие не нравятся. Каких жуков я боюсь, что вы знаете о таком жуке, а что знаете об этом. Все это тоже можно сделать, как самостоятельное задание ученикам, они тоже в это с удовольствием включаются. Можно разыграть истории о жуках также, где дети, в зависимости от того, какую информацию они узнали, о жуках начинают ее разыгрывать. И тут у нас появляются тоже различные связи с другими предметами, не только, конечно, с биологией и окружающим миром, но и, может быть, с драм-кружком, литературой и так далее. То есть тут уже практически мы выходим на новый уровень познания окружающего мира. Учителей часто возникает вопрос, это как построить материал, изучаемый материал. В презентации, которая будет доступна для скачивания, есть хорошая круговая диаграмма, о которой я хотела бы с вами поделиться. Она полезная, она состоит из серии вопросов. Те, о которых можно подумать, и в зависимости от этого построить свою учебную программу наилучшим образом. Что это за вопросы? Что я уже знаю об этом материале? То есть нужно отталкиваться от того, что ученикам уже знакомо. Можно взять какую-то новую тему, но вряд ли что-то у них будет совсем-совсем новое. Например, те же самые жуки. Что они уже о них знают? Знают, что это насекомые, скорее всего. Потому что они их уже видели в окружающей среде, как-то с ними контактировали. Что я собираюсь сделать? Какова цель? Как я это буду делать? Какие я буду использовать упражнения? Потом непосредственно приходим к этапу упражнений. Затем мы обсуждаем то, что мы делали на занятии. И в конце оцениваем, что было сделано. То есть приходим к результатам. Диаграмму вы сможете изучить подробнее. Пожалуйста, скачивайте презентацию, посмотрите. Сейчас мы будем двигаться дальше. Какие еще вопросы может учитель задать себе перед планированием урока с использованием КЛИЛ, которые также помогут ему выстроить материал с наибольшей пользой для учеников? Во-первых, метод предметной связи. Нужно понять, какие упражнения мы будем связывать между собой, из каких программ. И каково основное преимущество в этой связке. Почему именно мы выбрали биологию? Может быть, потому что как раз сейчас интересен окружающий мир. Почему именно история? Может быть, сейчас какая-то интересная годовщина какого-нибудь события. То есть посмотреть, почему сейчас и почему именно этот предмет. Соответствуют ли необходимые языковые навыки учеников и их мыслительные навыки, необходимые для освоения этого материала. То есть материал должен соответствовать возрасту учеников. Это очень важно. Чтобы был ли достигнут баланс между мыслительными навыками, которыми мы были необходимыми, и языковыми навыками. Если был дисбаланс, то можно после урока профиксировать, подумать, как его исправить в следующий раз. Что пошло не так? На чем был затык? Не хватило знания языка? Или, может быть, материал был не очень интересным? Будет интереснее именно на следующий год. Интерес учеников. Соответствуют ли эти упражнения интересам учеников? Дальше можно тоже перефектировать, какую реакцию вызвало это совмещение учебного материала у детей. Понравилось ли им общаться на тему снежинок на английском языке? Либо они часто переходили на русский, и им хотелось поговорить именно на русском языке. Что им было интересно? Последовательность учебного материала. Удалось ли достигнуть гладкого и логического построения материала? Получилось ли ученикам погрузиться в учебный материал легко, свободно и в нем продвигаться с использованием английского языка? Цели и результаты. Как достичь учебных целей из двух предметов областей? Как их совместить? И как это отразится на результатах учебной деятельности учеников? Каким результатом они придут? И также продумать общение. То есть, как эффективно выстроить общение между учениками, между учениками и учителем? Все эти вопросы можно продумать, ответы на них перед планированием занятия, и, конечно, они помогут вам сделать урок самым интересным. Давайте посмотрим на пример циклового материала. Сравнение. Это уже на базе географии. Здесь мы уже говорим про, скорее, среднюю школу. Допустим, мы проходим тему по географии, сравниваем какие-нибудь города, сравниваем страны, население. Можно сравнить, не знаю, Москву и Лондон, сравниваем и так далее. Какие аспекты языковые мы можем использовать для изучения этой темы? Что можно использовать? Например, можно использовать сравнительные степени прилагательных. Конечно же, это самое первое, что приходит на ум. Различные другие сравнительные конструкции. Это as, as, то же самое. Less, more и так далее. Лексику также привязать сюда необходимую ученикам для того, чтобы сравнивать и противопоставлять какие-то понятия, либо какие-то предметы. Например, differ from, different from. Very, greatly between, and и так далее. Similar to. То есть, лексику – определенный логистический материал, который им понадобится для того, чтобы активно принимать участие на уроке. Также составные существительные. Например, с суффиксом like. Middle like. Извините, не с суффиксом, но просто составные существительные. Needle like, brush like и так далее. То есть, на что похоже, когда мы сравниваем какие-то различные элементы окружающего мира. Формы тоже можно описать. Какой формы что-то они видят. Различные приставки тоже, да, когда мы сравниваем здесь больше, здесь меньше. То есть, на самом деле, материала не мало, а наоборот много. И проблема, наверное, не в том, чтобы его подобрать, а в том, чтобы его ограничить скорее. Поэтому тут все зависит от класса, интересов учеников и целей, которые бы хотел учитель достигнуть. Давайте посмотрим на конкретные примеры из учебников, которые также я вам подобрала, где уже есть готовые разделы с использованием CLIL. Здесь я выбрала учебник для второго класса, как пример, и учебник пятого класса. Почему для второго? Потому что часто ученителя спрашивают, можно ли использовать метапредметный подход или подход CLIL во втором классе, когда ученики только начинают осваивать иностранный язык. Не просто можно, а нужно. Потому что как раз в начальной школе ученики начинают активно познавать окружающий мир, активно им интересоваться, и они могут начать использовать английский язык как инструмент для познания мира. То есть у них сформируется очень интересный и полезный навык. Поэтому не бояться и начинать использовать этот подход уже с самого начала изучения иностранного языка. Потому что не так много, в общем-то, им нужно для того, чтобы интересно использовать, провести занятия. Можно совмещать различные активности. Например, можно выращивать. Вот здесь у нас тема «What do plants need?» Что нужно растениям для того, чтобы вырасти красивыми и сильными. Можно не только на уроках окружающего мира выращивать цветы, но и на уроках английского языка тоже, почему нет, и использовать их дальше для обсуждения. Все это побуждает их к тому, чтобы активнее исследовать окружающий мир, для того, чтобы мотивировать их на изучение английского языка также. Вот здесь, например, у нас есть задание. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Что нужно этим растениям? Сначала они видят различные картинки, где у нас есть и подсолнухи, и трава, и растения. И здесь у нас развивается как раз навык критического мышления. То есть они видят различные картинки, пытаются решить для себя, что конкретно нужно этим растениям для того, чтобы вырасти сильным и здоровым. После этого они прослушивают текст, читают его, и проверяют, насколько они поняли информацию из прослушанного текста. Он достаточно простой, конструкции повторяются, и основные аналексики, которые используются, это, конечно, soil, sunlight, water, air. То есть вокруг этих слов все крутится. И дополнительные слова, которые помогают им понять эту тему, такие как grow. Может быть, это слово пока не знакомо им, но его можно легко проиллюстрировать, показать. То есть обычно это не вызывает каких-то сложностей у учеников. То, что я сейчас показываю, страницу, это страница из учебника TeamUp. Это новый учебник из «Зальства просвещения» для второго класса. И в этом учебнике будет много вебинаров, начиная уже с июля. Что еще? Потом мы приходим к этапу проверки, да, где ученики уже работают друг с другом и проверяют, что они запомнили, что они знают про эти растения, сдают вопросы друг к другу. Кто-то из них спрашивает, что тебе нужно. «What do you need?» И другой ученик отвечает, кто он, что за растение. «I'm a bean, I need soil, I need sunlight, I need water» и так далее. То есть таким образом они не только познают окружающий мир, но и, конечно, узнают много интересной лексики, которая запоминается легче и интереснее. Очень ждем Тима. Отлично, здорово. Тима будет. Расскажем про него все, начиная уже с июля. Сейчас даю небольшие такие отрывки, скорее, чтобы было интересно послушать тоже ваши отлики сейчас, пока вы о нем пока больше ничего не знаете. Тут вторая страница из учебника. Также тоже различные упражнения. Какие растения можно есть, что из них превращается в какую еду. Например, клубника превращается в джем, оливки в оливковое масло, апельсины в апельсиновый сок и так далее. То есть мы связываем уже с разделом «Еда» в английском языке. Видите, какие интересные здесь уже строятся связи. После этого дети приходят к письму, они пишут, что они едят, как раз опять-таки углубляются знания уже языковые по теме. И после этого можно перейти и сделать проект. Как раз про то, что я говорила до этого, где дети наблюдают за ростом растений, можно вырастить, не знаю, подсолнух, можно вырастить что-то еще, посмотреть, как они реагируют на активный полив, на недополив, когда достаточно света, когда не хватает солнечного света и так далее. И записать свои эксперименты в тетрадь или оформить как проект. И для пятого класса тоже. Здесь уже пример из другого раздела. Это пример из географии. Целый урок, да. Для второго класса, потому что, смотрите, это две страницы, тут достаточно много упражнений различных, поэтому все это, конечно, займет целый урок, скорее всего. Поэтому нужно отводить целое занятие, 45 минут. Если мы говорим про уже среднюю школу, старшую школу, то там, конечно, можно использовать единичные какие-то упражнения, то есть необязательно строить весь урок по этой методике. Вы можете какую-то часть взять, а дальше перейти уже непосредственно к тому языковому материалу, который мы хотели посвятить урок. До этого я вам предлагала географию, да, и тема сравнения, то есть начать с какого-то материала, посвященной географии или истории, и дальше уже переходить непосредственно к той теме, которая вас интересует. Просто пропускают. Да, я понимаю, действительно так пропускают, потому что не хватает времени. Но вот здесь такая ловушка, которую я как раз предупреждала вначале, важно понять, что вообще этот подход, он должен экономить время на обучение, потому что как раз-таки здесь совмещается изучение различных сфер и грамматики сразу, и лексики, и какой-то темы языковой определенной. Поэтому, в принципе, если настроиться, то это будет как раз-таки в помощь учителю, чем скорее какое-то дополнительное время, которое нужно найти. Также это может мотивировать учеников, как-то раскрыть их с новой стороны. Поэтому, в принципе, как эксперимент можно попробовать провести занятия, пожертвовать, может быть, не целыми, а половины занятий, посмотреть, как они будут на это реагировать. Поэтому, может быть, результаты вас удивят. Кто знает, да? Так, и для пятого класса, в пятом классе, о, отлично, насекомые, в пятом классе тоже зашли, чудесно, я очень рада. Готового тоже раздела с использованием КЛИЛ для пятого класса, тоже учебник ITMAP. Здесь непосредственно мы изучаем языковый материал на основе географии. А именно ученики читают про прекрасный город Калининград. Здесь уже скорее представлен непосредственно текст, какие-то вопросы к этому тексту. Дальше уже все может быть изменено, в зависимости от того, какие у учителя, опять-таки, цели. Он может адаптировать этот материал, придумать различные задания, которые будут интересны ученикам, и выйти именно, прийти к тому, из этого, который он закладывал непосредственно на это занятие. Так, смотрю, по времени мы подходим к концу, поэтому просматриваю вопрос. Так, можно приходить на смену Spotlight? Так, тут, знаете, это скорее новый продукт просвещения, поэтому, что приходит на смену, это скорее дело за учителя, какой учебник учителю интереснее, по какому заниматься лучше. Поэтому тут, наверное, что-то сказать, что что-то приходит на смену чего-то, сложно. Скорее, пожалуйста, вот еще из чего можно выбрать. Наверное, так. Нет ли что-нибудь еще про экологию? Про экологию интересно. Хорошо. Если интересно про экологию, можно сделать про экологию. Вообще, в учебнике встречается для второго класса непосредственно целый раздел Natural Science, и там как раз много про окружающий мир. Поэтому там можно брать разделы про экологию. Отклассно? Да, а есть, наоборот? Да, я согласна, конечно. Очень-очень много зависит от класса. Это действительно так. Внеурочек, да, во время внеурочки все это идет на ура, конечно же. Так. Параллельно можно использовать, конечно, можно использовать TeamUp с параллельно другими МК. Да. Очень гибкая система построения материала. Также языковая избыточность. Избыточность языкового материала все это позволяет использовать его и как дополнительный учебник тоже. Так, так-так-так, это отвечало. Презентация, да. Ага. Нет ли в классе ОВЗС? Так. Так-так-так, презентация. Да-да-да. Все, про презентацию слова она будет доступна. Задание. Так, можно найти отличные сказки с заданием про гусеницу Алину. Да, согласна. Отличная сказка про гусеницу. Есть прекрасные сказки про вечно голодную гусеницу. Тоже детям это очень-очень нравится. Так, можно... Так, хорошо. Думаю, что... Вопросы... Вопросы, в принципе, здесь все. Посмотрю, есть ли еще какие-то вопросы-обкладки. Музыка английский. Да, отлично. Музыка английский прекрасна. Идет тоже на ура, потому что, особенно в подростковом возрасте, не только в подростковом, в детском, потому что им нравится петь, прыгать, хлопать в ладоши и так далее. В подростковом, когда они уже начинают рисоваться музыкой, различными субкультурами, то музыка тоже идет на ура. Поэтому это, конечно, прекрасный источник, вдохновение не только для учеников, но и для учителей тоже. То есть учителя, которые приходят на урок с песней Билли Айлиш, обязательно проведет... Пурор произведет. Поэтому, пожалуйста, используйте музыку. Это тоже, конечно, прекрасный вариант для того, чтобы сделать занятие очень интересным. По другим предметам, по классам. Да, все задания планируются таким образом, что есть пересечение между тем материалом, который не проходит, например, по географии или по истории, или, например, 2-го класса, который я показала, окружающий мир, есть пересечение как раз. Поэтому здесь можно не беспокоиться, что вы будете давать какой-то материал, который они еще не проходили на основном уроке. Поэтому здесь, конечно, да, это очень-очень важно. Ну что ж, если будут какие-то еще вопросы, пожалуйста, пишите на почту, спрашивайте. Всегда очень интересно с вами общаться. Пожалуйста, также подписывайтесь на наш канал. В Инстаграме у нас появился новый интересный проект, называется teamup.english. Там мы будем публиковать все анонсы будущих вебинаров, связанных с учебником TeamUp. Снова также не только про этот учебник, но и вообще про современный мир английского языка, про современные методы преподавания английского языка, про то, чем живет учитель английского языка и так далее. Поэтому, пожалуйста, приходите, подписывайтесь. teamup.english. Находите, мы обязательно с вами там встретимся и будем общаться. Так, ссылку на Инстаграм пишу. teamup.english. Его можно найти прямо в поисковике. TeamUp. Объединяемся. И English. Английский. И, пожалуйста, приходите, мы будем вас там очень рады видеть. Что ж, всего хорошего. Спасибо, что поучаствовали в сегодняшнем вебинаре. С нетерпением ждем следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok